ЖК Олимп. Новый корпус на старте. Решай быстрее. Экономь больше. И мы начинаем обсуждение темы с профессионалом. Сегодня у нас, как говорится, человек в погонах. Разрешите представить майор полиции, старший участковый МВД по городскому округу Клин, Сергей Александрович Сушков. Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Александрович. Сегодня мы говорим с вами о правонарушениях. Вот три основных мы перечислили в нашем репортаже. Это жестокое обращение с животными, вандализм и хулиганство. Какие еще противозаконные действия попадают под... относятся к нарушению общественного порядка? Ну, к нарушению общественного порядка в том числе отнести мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных местах, появление состояния опьянения в общественных местах. Также можно отнести блокирование транспортных коммуникаций, проведение несанкционированных митингов, демонстраций, шествий, пикетирований в том числе. Хочется подробнее остановиться на пункте организации массовых беспорядков. Вот что конкретно имеется в виду? Ну, организация массового беспорядка имеется в виду, это действие направленного лица на сбор толпы, который в первую очередь их настраивает на совершение агрессивных действий, подстрекает их, доставляет и поставляет им оружие для совершения массовых беспорядков, направленные сопровождающие погромами, разрушениями, повреждениями имущества граждан, насилия. А если это такой, скажем, мирный пикет, вот просто люди вышли на дорогу и стоят там, заграждая движение транспорта, да, на федеральном шоссе, допустим, это нарушение общественного порядка? Это можно отнести вот к правонарушениям общественного? Ну, это общественное, да, правонарушение. Что тогда вот следует, как могут действовать сотрудники полиции? При перекрытии? Да, когда люди выходят, но они как бы вроде, ну, хотят мирно перекрыть, что полицейские могут сделать? Соответственно, любое перекрытие федеральной дороги, оно же не санкционировано, никто не даст такое на это полномочия. В первую очередь сотрудникам полиции нужно предупредить граждан то, что они нарушают законодательство, попросить их прекратить данное действие, разъяснить им ответственность за данное нарушение. А какая ответственность может быть? Ответственность может быть штраф, либо административный арест. А что делать, если граждане оказались свидетелями подобного акта правонарушения? Ну, как всегда мы говорим, да, вот гражданам, чтобы они не оставались безразличными к совершению той или иной ситуации, так как каждый человек может оказаться в любой жизненной ситуации. Если есть у них, ну, современные средства съема информации, либо видеокамера, либо фотокамера, это постараться зафиксировать, сообщить полицию, либо по номеру 02, либо по 112, и оставаться на месте, либо потом явиться для дачи объяснений по указанному факту. Уважаемые жители городского округа Клин, пользуясь ситуацией, хотел бы вам напомнить, что необходимо соблюдать действующее законодательство, не допускать совершения правонарушений уголовно наказуемых деяний. За совершение тех или иных проступков вы можете быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. Закон, правда, нужно соблюдать. Спасибо, Сергей Александрович, что пришли к нам сегодня в студию. Всего доброго. Спасибо большое, что пообщались с нами на эту тему.